После нескольких месяцев наблюдения сейсмологи выдали предупреждение о том, что в Новой Зеландии может в любое время произойти мощное землетрясение магнитудой около 9 баллов. Новая Зеландия расположена словно на пороховой бочке, вдоль линии разлома между Австралийской и Тихоокеанской литосферными плитами. Наблюдения показывают, что тектонический разлом Хикуранги приходит в движение, на что указывает недавнее землетрясение магнитудой 4,1 балла недалеко от столицы Новой Зеландии Веллингтона. Разлом Хикуранги – это гигантская трещина, которая находится у юго-восточного побережья Новой Зеландии и представляет собой зону субдукции, то есть зону столкновения литосферных плит, в которой Тихоокеанская литосферная плита погружается под северный остров Новой Зеландии. Мощное землетрясение грозит не столько разрушениями, сколько последующим гигантским цунами. Ученые утверждают, что в некоторых районах страны у людей будет не больше 7 минут, чтобы предпринять меры по спасению себя и других от воздействия цунами. 26 декабря 2004 года вблизи острова Семилуэ произошло землетрясение магнитудой 9,2 балла, которое вызвало масштабнейшее за всю современную историю цунами. Береговая линия Азии была разрушена. От 30-ти метровых волн сильно пострадал Таиланд. Хотя земные толчки в регионе были едва ощутимыми, но спустя час животные и птицы стали убегать, а вода резко ушла от берега. Вернулась вода с огромной скоростью – 500 км в час – и хлынула на сушу, устремляясь на несколько километров вглубь полуострова. Несмотря на огромные разрушения и количество пострадавших, люди не отвернулись друг от друга, помогая и заботясь о каждом. Все люди, независимо от наций, делали всё возможное, чтобы спасти других людей. В такое непростое время многие увидели важность проявления человечности и доброты. Исчезли иллюзорные границы между людьми. У всех произошла переоценка ценностей. Многие поняли, что люди и их жизни – самое ценное и главное в жизни. Местные жители, живя в бедных материальных условиях, делились всем, что имели сами – едой, одеждой и другими материальными вещами. Когда о катастрофическом событии узнали в мире, люди с разных стран также подключились к помощи пострадавшим от наводнений. Людям не нужно ждать бедствий, чтобы протягивать руку помощи, а уже сейчас нужно объединяться. Только сплотив совместные усилия при искреннем объединении людей на духовно-моральных принципах возможно преодолеть любые катаклизмы и их последствия в эти непростые времена изменения климата на Земле. Всегда и везде оставайтесь человеком. Объединение людей – залог выживания человечества. Учитывая нарастающую интенсивность климатических бедствий на Земле, сейчас как никогда нам, людям, важно разобраться в том, кто мы и для чего в действительности нам дана эта жизнь. Глубокие и честные ответы на эти ключевые для каждого вопросы даны в уникальном фильме на канале АЛЛАТРА ТВ. Это больше, чем фильм. Это живая книга. Сознание и Личность. От заведомо мертвого к вечно живому. Если вам понравился наш выпуск, ставьте лайк, делитесь видео с друзьями, подписывайтесь на наш канал и будьте в курсе новостных климатических событий в мире.